Как обычно, мы говорим о итогах, говорим о том, что у нас прошло за эту неделю, какие были мероприятия, какие события были. Ну, что можно отметить на сегодняшний день? Первое, это то, что сейчас готовятся новые мероприятия в разных городах. Вы, наверное, в анонсах новостей это слышали, смотрели, читали. Поэтому сотрудники Solar Group сейчас уделяют большое внимание подготовке к проведению этих мероприятий. Тем более, что они сопряжены с переводом имеющейся информации на определенные языки, с получением виз для выезда в эти страны и так далее. Все это требует определенного времени, определенных усилий. Тем более, что там связано еще с размещением и так далее. Но уже команда имеет опыт проведения подобных мероприятий. Они уже ни в одной стране побывали, освоили, поездили, посмотрели на мир. На людей посмотрели, себя показали. А сейчас готовят другое мероприятие. В частности, по Индии. У нас же в Соломаши никаких таких сверх выдающихся событий за неделю не произошло. За исключением одного, что мы практически каждый день от лаборатории получали результаты, которые подтверждали на практике в сети теоретические расчеты, которые мы выполняли в течение ряда лет. Отрабатывали модели, проверяли это на моделях, прочитывали максимум, моделировали, прогнозировали. И вот теперь мы получаем подтверждение при проведении натурных испытаний на конкретных электрических машинах. Пока, 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 все то, что прогнозировалось, подтверждается. Так, конечно, будет не всегда, потому что не бывает все время все хорошо. Рано или поздно мы натолкнемся на какие-то проблемы. Но это просто неизбежно, это нормально. Как говорится, не все, а там масленица. Это, наверное, прошедшая неделя, буквально последние дни мы показали и подтвердили на практике реализацию классовой энергоэффективности выше Е4 в соответствии с европейскими стандартами. И более. Причем все эти работы выполнялись на донорах класса Е1 от российских производителей. Зарубежные двигатели мы еще не трогали. Также продолжаются работы, связанные с двигателями перепроектированными и с двигателями, которые спроектированы фактически с нуля. Имеется в виду не корпусные части, а электромагнитная система, вся электромагнитная система. Ну и первые полученные результаты тоже обнадеживающие и тоже подтверждают расчетные характеристики. Но хват с оцениваем пока. Рано, но хотя они хорошие, можно, конечно, огласить, но тем не менее, могут идти всесторонние исследования, то, что мы сейчас идем по пути проверки влияния, поэтапное влияние отдельных изменений в конструктиве. Смотрим, какое изменение, как влияет на параметры, на характеристики, насколько это вписывается в расчетные модели. То, что мы наблюдали при обработке программы «Максвелл». Вот поэтому все это получается не за один раз, это в нескольких операций. И эту работу надо провести для того, чтобы в дальнейшем мы могли действовать более уверенно, с минимальными затратами. Также на этой неделе выполнены работы по установке контроллера, нашего контроллера на раму грань, на шасси грань, наша колесная лаборатория лаборатория. Будем ждать, когда уйдет гололед, чтобы можно было приступить к испытаниям ходовым. Потому что по льду гонять как-то и испытывать мощностные режимы, но не совсем правильно. Потому что лабораторные испытания закончены, сейчас ходовые. Ну, мы как нормальные русские, да? Снег, дождь, асфальт кладут. Так и мы тоже. Лето как раз на пропеле, зима наступила, мы приступаем к ходовым испытаниям. Ну, что поделать, так случилось. Быстрее не смогли. Поэтому, в принципе, у нас на сегодняшний день таких выдающихся новостей нет. Обильных, крупных. Хотя даже подтверждение того, что мы делали в течение многих лет, я полагаю, что это тоже приятный бонус прошедшей недели. по работам, связанных с строительством, пытаемся наверстывать сроки, поэтому те действия, которые мы предпринимаем, держат людей в напряжении, до мордобоя, мы еще не дошли. Хотя разговор идет и на планерках, и на встречах. Да, ну, немножко таких жестких тамах, мягко сказать. Поэтому пытаемся всеми силами ускориться. насколько это хватает на нашего опыта, насколько мы убедительны, насколько наши подрядчики поддаются на воздействие. Также сейчас отселенными темпами идет подготовка помещения под информационно-аналитический отдел, под информационно-аналитическую службу. Это такие текущие строительные работы, реконструкционные, оборудования, которые у нас идут практически постоянно по созданию рабочих мест. И на этой неделе мы приступили к ворованию конструкторской документации на двигатели 90-го габарита на 1000 оборотов в минуту синхронной частоты вращения. Эти двигатели будут иметь несколько, в принципе, три перемощности, потому что в зависимости от длины пакета они различаются там, и габаритно-предсоединительные размеры будут соответствовать российскому 90-му габариту. 1-2-2-3-5-4-4-4-5-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5.